Так, я запустил, в общем. Всем здорово, ребят, всем, как настроение у вас, все ли отлично, все ли супер. Сейчас мы с Мишей двигаем в атак, и пока мы идем в атак, хочу поделиться с вами, так скажем, нюансами, которые я использовал на стримах, поделиться своими историей относительно того, как интервьюируют людей. Вы часто задаете вопрос в комментариях, как ты так подходишь к незнакомым людям, как ты с ними общаешься. И, кстати, Миша сегодня этот интересный вопрос, вроде бы, интересен. Ну, точнее, тебе немного другой относительно того, как я нахожу жилье. Это тоже интересно, на самом деле. Мне тоже расскажешь. Я буду вместо своих зрителей, подписчиков у тебя спрашивать. Задавать вопросы сейчас будешь? Ну, да. В общем, вопрос заключается в том, как я подхожу к людям, какие, так скажем, скрипты, алгоритмы я использую для того, чтобы подойти к человеку и заговорить с ним. Первое, что необходимо сделать, это посмотреть на человека. То есть, ты видишь человека, которого интервьюируешь. Допустим, это Миша, вот он сбоку. Ты замечаешь, как Миша выглядит, какая у него улыбка. Допустим, он улыбается, либо же он идет, грустит. Обращаешься всегда на мимику. Если человек видит, что он такой прям грустный, то не стоит к нему подходить. А если он злой при этом, то есть такое нервное состояние, и он куда-то спешит, и у него в ушах наушники, то точно не стоит подходить. Стоит подходить к людям, которые более-менее вот так вот разгулистым шагом идут, гуляют. Обычно в туристических местах, во всяких там, на Арбате много людей, которые так ходят. Это в Москве, в Питере же это, на Невском проспекте. В других городах не знаю. В Сочи где у вас есть места, где люди? По набережной. По набережной. Вот в Сочи, допустим, есть люди, которые гуляют. То есть, в первую очередь, смотреть на эмоциональное состояние человека. Дальше, как мы определились с эмоциональным состоянием человека, мы увидели то, что он улыбается и особо никуда не спешит. Значит, он, вероятнее всего, пойдет на контакт. То есть, дальше диалог может задаться. Видим то, что он улыбается, подходим к нему. Предварительно еще раз посмотреть необходимо, что на нем сейчас надето. У нас должен в голове произойти небольшой интерес к этому человеку. То есть, допустим, вот Миша идет. О, свет какой. Допустим, Миша идет и видим то, что свет вот так вот падает на него сбоку. Говорим, чувак, классно свет сейчас упал сюда. Ты не думал ли это там, допустим, пойти в театр, чтобы на тебя там свет тоже падал? И от этого разговор может пойти в разную сторону. Ну, это просто пример, глупый, но пример. То есть, чисто обратить внимание. Или он с книжкой идет, видишь, что человек идет с книжкой, или человек с собакой, говоришь, что какая порода собаки, и из-за этого уже начинается диалог. Если ты начнешь диалог просто «Привет, как дела?», то диалог не пойдет практически никуда в большинстве случаев. Ты так пробовал? Да, я так пробовал. Когда ты спрашиваешь «Привет, как дела?», «Привет, чем занимаешься?», люди тебя в большинстве своем отшивают. Если ты начинаешь с того, что тебя что-то заинтересовало в человеке, то тебя это, ну, ты намного с большей вероятностью. То есть, на «Привет, как дела?» тоже реагирует, но реже. А это ты специально такую репрезентативную, да, выборку делал? Ну, да, примерно. Мы опросили за последние два месяца около 19 тысяч человек, из них отказов было 15 тысяч. Это именно на «Привет, как дела?»? Не, на все. Ну, то есть, отказов было 15 тысяч, из них ты, например, в голове строишь, как кто реагирует на что. А мы, да, говори. У тебя компаньон? Что компаньон? Ну, мы. Мы? Мы опросили. А, мы, потому что мы с чатом обычно общаемся на Твиче. Ну, то есть, я себя сырую с чатом, да. И по итогу необходимо посмотреть на то, как человек выглядит. Если он идет с книгой, то спросить, «О, книга знакомая, она похожа на такую-такую? Ты читал ли ты такую-такую тоже?» И от этого может пойти диалог. Либо же где-то ее взял. И оттуда, допустим, он сказал, «В республике». О, а я тоже был в республике, и за это вы уже заценили, да. Мне там понравились вот эти вот единорожки в виде чего-нибудь, на светильников. Насчет книги я в метро также видел парня, который читал книгу. Увидел знакомого автора, и это была одна книга из целой трилогии, которую я начинал читать, но не закончил. Спросил, как он, дочитал ли я эту трилогию, и интересно ли ему было. Он говорит, да, очень советовал. И у меня появилось желание ее продолжить читать ту книгу, которую я начал, и прочитать все остальные. То есть у тебя, у самого даже интерес появился? Да, да. То есть подходить лучше к тому, когда у тебя есть интерес к чему-либо. То есть у тебя есть интерес к человеку, к тому, что у него заметил. Не стоит подходить, если у тебя вообще интереса к этому человеку нет. Ты такой видишь, что, блин, я не хочу к нему подходить. Лучше не подходить, потому что так эмоционально ощущается на самом деле. Это не какие-нибудь там баснословные, наукой недоказуемые. То, что не ощущается вашего. На самом деле все ощущается. То есть, если вы не хотите разговаривать с человеком, лучше не подходите к нему. Лучше с эмоциональным настроем все, чтобы было нормально. Дальше, когда вы заметили этого человека, подошли к нему, обнаружили то, что у нее какая-то есть вещь, необходимо начать диалог, начиная с этой вещи, либо же сделать какой-либо комплимент, если вам что-то понравилось. Если это девушка, то сказать комплимент именно к той вещи, которая понравилась. Если ты видишь, что девушка красивая, не стоит говорить прямо сразу, что ты красивая, ты классная. Нужно сказать, что у тебя классные волосы, или там, допустим, вот скулы как отчетливо видно, но главное сказать не то, что скулы прямо отчетливо видно, а то, что красивые формы лица и все в этом роде. Ну, чтобы двояко не считалось. Ой, какой дождь пошел-то. Да, капшон есть, но я думаю, я сейчас в краске весь буду. Так, и дальше. А дальше уже просто как строится диалог. Как понять дальше во время диалога то, что человеку уже хочется свалить от тебя подальше? Если, тут два вариации есть. Если человек тебе отвечает длинными фразами, такими то, что «О, я прочитал эту книгу там-то, а еще хочешь расскажу про вот эту, про вот эту, про вот эту», то это понятно все, это наш клиент может с ним вести диалог. Если человек отвечает однострочными предложениями, то есть «Как у тебя дела?», норм. А не то, что «Как у тебя дела?», «О, вчера занебрялся на вот эту гору с помощью своих мизинцев, и там мы наверху готовили суп лапшу куриную». Например, вот такого типа. Если он так рассказывает, то это действительно показывает то, что человек заинтересован в разговоре. Если же человек отвечает односложными фразами, либо он сам, ну, плохо соображает, я, допустим, иногда могу сказать «нормально», потому что я не знаю, как еще ответить на вопрос, либо же он не хочет с собой разговаривать. Дальше уже, если он ответил «нормально», то есть односложно, нужно выявить. Если человек просто, ну, так скажем, зажат немного, либо же он просто не хочет с собой разговаривать, тут уже нужно смотреть на чисто жесты и на мимику. Обычно очень сильно выдает, если ты подошел к человеку и начал с ним разговор, и он ответил «нормально» и короткими фразами, если у него лицо при этом перекосилось, значит, что-то ты делаешь не так, и стоит от этого человека отойти и пожелать ему хорошего дня. И как завершить диалог уже в этом случае? Лучше пожелать хорошего дня, либо же, если ты начал разговор про книгу, то пожелать, ну, хорошего тебе прочтения, надеюсь, что там будет все окей. Если мы, допустим, про «Властин колец», удачного тебе пути, хоббит мой дорогой, и что это в этом роде. Ну, я надеюсь, теперь все ясно. А можно, если в «Властин колец» видеть, то удачного тебе выкидывания кольца в лаву, и на этом заканчивая кольца? Ну, в принципе, да. На Твиче это называют «кринжовая ситуация», когда ты так отвечаешь. Кринжовая – кринж от английского «стыд», и… Ну, когда ты говоришь, а стыдно другому. Когда зрители за тобой наблюдают, мне иногда пишут, как ты кринжово ответил, и все в этом роде. Ну, в общем-то, это… У тебя есть остались какие-то вопросы? Потому что я вроде рассказал, как. Может, у тебя, если остались, то ты побудешь сейчас зрителем. Так. С какими людьми? Егор, ты про эмоции рассказал. Да. А если человек грустный или понурый, или куда-то спешит, но лучше таким образом так, то к нему не нужно подходить. А если смотреть не на эмоции, а на внешность или, возможно, на какое-то социальное положение, то к каким людям ты не подходишь? Ну, честно признаюсь, извините, пожалуйста, ни в коем случае не хочу оскорбить. Просто так бывает. Иногда к азербайджанцам и к армянам я подхожу реже. По той причине, что так, наверное, сложилось. Они резко реагируют, по крайней мере, на мои фразы. Это не в оскорбление им. То есть, я уважаю любую национальность, но именно такая вот кавказская национальность, она более сурово реагирует на то, что их снимают. А иногда весело, кстати, отреагирует. Очень весело реагируют веселые бомжи. То есть, есть категория, есть все такие агрессивные бомжи, а есть веселые бомжи. Веселые бомжи, это те бомжи, которые... У них очень хорошо спрашивать, расскажите веселую историю. Правда, когда ты разговариваешь с бомжами, у тебя должно быть на кармане рублей так... Больше 10 рублей, рублей так 20-25, потому что когда у тебя на кармане только 10 рублей, у меня один раз бомж отказался рассказывать историю, говорит, ты что, издеваешься 10 рублей мне давать? Он попросил мне сотку. В общем, да, и еще какие-то вопросы. Ну, то есть, категория вообще любая, неформалы часто идут на диалог, какие-нибудь там с цветными волосами. Ой, краска. А государственным служащим ты подходил? Он подходил, я это обычно прикрываю камеру, когда это делаю, потому что вообще, ну, по закону я могу их снимать, в принципе. В метро, вот кого я могу снимать? Да, давай. Полицейских можно снимать, Росгвардию нельзя. То есть, полицейские, это при выполнении долга. По конституции я имею снимать. Вообще, если снимаешь себя, то нужно прочитать конституцию обязательно, по 29 конституции, вообще 100 месяцев, ты имеешь право снимать кого угодно. Потому что ты снимаешь это в своих целях. Так и объясняешь то, что снимаю в своих целях. Еще вопросы какие-то? Да, подходил, ну, людям богатым, которые... Богатые богатые? Да. В костюме дорогом. Да. Подходил, ну, по-разному реагирует, могут просто пройти мимо, могут... Обычно от выражения лица зависит. Если радостная эмоция на лице, то человек спокойно отреагирует. Вот у тебя сейчас такая вот эмоция на лице, ты просто задумался, возможно. С задумчивыми тоже можно идти, ввести диалог. Некоторые, кстати, ходят с грустным лицом, но когда ты с ними поговоришь, у них поднимется настроение. Но в редких случаях. Просто они, наверное, ожидали, что что-то в жизни случится в этот момент. И поэтому ходили с грустным лицом. Да. Еще что-то? Нет, все. Окей, да. Спасибо всем за просмотр. Желаю хорошего дня, вечера, успехов вам, чтобы было все на ура. Потому что все зависит чисто от вас и от того, как вы подходите к людям, тоже зависит многое в вашей жизни. Может что-то вырвется вот в левую сторону, в левую, в правую сторону. Это были советы для тех, кто хочет подходить к людям на улице. Те, кто стесняется, не знают, как подойти. Надеюсь, что они вам будут уместны и полезны. Всем пока. Да, всем пока. С вами был Солнце, Лучик и Горвучик. Такой поцелуйчик, Вах, Вася. Будь рад, как Вархат, который настройте главный магнат. И все будет круто, как в Наруто. Да, и Миша тоже желает вам хорошего настроения. Да, всем пока, ребят.